Как и обещал, сегодня рассказываю об откорме быков. С чего же начинается откорм быков? Начнем с того, что все телята у нас сосуют вдоволь. Самые хорошие быки получаются. С коровами они до 5 месяцев. И это минимум. Всех кормящих мамулек мы также подкармливаем. Телятки из трех недель уже также лопают фураж. Все бычат у нас отдельно от телок и коров. Этим мы тоже два раза в день даем фураж. Но доза у них немного меньше, чем когда мы ставим на откорм. То есть этих мы поставим уже в августе месяце. Два раза в год обязательно берем кровь и делаем прививки им также. Ну, как я уже говорил, в любой мороз у них у нас пьют теплую воду с подогревом. Мы собим вот такую вот крупную. Кто-то дает лизунец. Вот в таком возрасте мы как раз и ставим на откорм. Им около года, некоторым чуть меньше. От коров бычков мы отбиваем примерно в конце ноября месяца, чтобы они коровок не затянули. Как только отбили от коров, сразу начинаем кормить фуражом. С наступления весны мы их уже на пастбище не выпустим. Потому что когда в саде много бычков, для телок это очень губительно. Я думаю, вы заметили существенную разницу, когда породистые буки, например, какой-то абердин, и вот этот беспородистый. Этот бычок, кстати, у нас на племя взамен гаврюши. Они как раз выстроились в ожидании фуража. Кормим мы в таких колодах. Какие у нас породы бычков? Это один шаролея, абердины, в основном это сементалость и немного калмыков. И еще очень хорошая порода, это герфорды. У нас зима очень мягкая, поэтому и базы выглядят примерно вот таким образом. Здесь у нас плиты, которые заборные, а там дубовые полы. На ночь мы им стелим объедки, чтобы они спали на сене. Средний вес быка, когда мы забиваем мясом, минимум 260 килограмм. А так 280-290-300 килограмм. Потому что чересчур больших тоже неохотно берут. Важно отметить, что быков мы на цепь не ставим. И они особо у нас не дерутся. Этому способствуют как раз такие полы. Стоит им только задраться, как они сразу начинают скользить. Таким образом выглядит рацион на 5 бычков. Полтора ведра ячмень, кукуруза, рожь. Когда есть, сейчас закончился, еще добавляем шрот подсолнуха. Отруби, пивную дробину. В общем, все, что найдете, подешевле. Еще тут должна быть тыква, но на днях она закончилась. Мало посадили. Знакомые также добавляют горох. Но в нашей местности он не произрастает. Сначала на ковчу. Теперь злаковые пошли. Ну и примикс пошел. Витамины рекламу им делать не буду. Также сверху посыпаем и все. Это у меня такой мерный стаканчик с изолентой. Видите, кушают совершенно спокойно. Никто никого не трогает. Этих бычат поставили недавно над корм. Постепенно начнем увеличивать им дозу. Также без исключения всем прокалываем и вермек. Кроме стельных коров. Он помогает и от чесотки, и от паразитов. Даже клещи отпадают. Подкожный овод тоже, кстати, рассасывается, пропадает. В день на 5 бычков получается 3 ведра. Данные бычата еще не совсем на откорме. А так сказать, на подкорме. На 22 головы, 3 ведра. Утром 3 ведра вечно. 15 литровых порожа. Смесь из зерна. На откорм мы их поставим только в конце августа. Июнь, июль на откорме мы не держим. Самая жара, нуда. Быки вообще не растут. Нам по душе такая порода пришлась. Когда Гаврюша обердин скрещен с сементалами. Кто-то телят покармливает с ЭЦМ. Это настоящее мучение. У телят постоянно желудки болят и все такое. Нам-то с этим проще. Коров много. У тех, кто молоком занимается, купил второго утилка, подставил, коровку подкормил. Все хорошо. Обоих выкормят. В нашем регионе быки 330 рублей за килограмм мяса. А в вашем? Например, у обердинов и гирефордов выход мяса намного больше от общего веса. Сено для бычков. То, что косили в июле месяце. Самое душистое и зеленое. Витамины телятам и колем. Только тем, которые слабенькие. Здоровым не колем. Основная масса в нашем регионе быков над кормом не держит. И в 6-7 месяцев, максимум в 8, продают их живым весом. А люди скупают и уже докармливают. Выгодно ли держать быков над кормом? Скажу вам так. Если вы будете 3 быка держать, то минимум полтора уйдет на их содержание. Из мясной породы я бы вам посоветовал либо гирефорд, либо аберин ангус. У них и телят маленький. И отел легко проходит. Ну, а если у вас остались вопросы, пишите. Мы дополнительно все вам расскажем. Из своего личного опыта.